В Твери едва не утонул парень, решивший прогуляться по Тьмацкому льду. В Конакове молодые люди испытывали свою техническую разработку на замерзшем водоеме и чуть не утонули. А в Торопце ребенок провалился под лед и погиб. В Тверской области установились минусовые температуры и с каждым днем пострадавших на льду становится все больше. Спасатели бьют тревогу. О правилах безопасного поведения рассказывает наш корреспондент. На территории Тверской области идет активный ледостав. Безопасная толщина льда еще пока не установилась. Спасатели уже фиксируют первые случаи, когда люди проваливаются под лед. Сейчас это особо опасно. Температура воды в реках и озерах такова, что переохлаждение организма наступает за считанные минуты. Патрулирование выполняется по заранее разработанному графику. Получается 2-3 патрулирования в неделю. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров в пресной воде. В устьях рек и притоках прочность льда достаточно слаба. Лед не прочь на местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водно-растительности вблизи деревьев, кустов и камыша. Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам более ответственно относиться к собственной безопасности. Прежде всего это, конечно же, касается детей, которые в силу возраста не могут адекватно оценивать опасность подобных действий. Нужно всегда соблюдать безопасность при нахождении на воде, особенно на льду. Это и промоины могут быть в первую очередь, ну и, конечно, иные ситуации. Лед может пойти, поэтому нужно будет обеспечить безопасность. Наиболее опасный участок – это где сильное течение идет. Это сильное течение, ну и где, конечно же, вот то, что погода имеет положительные температуры, длительное идет размораживание, да, то есть таяние льда. Прочность льда можно определить визуально. Лед голубого цвета прочный, белого. Прочность его в два раза меньше. Серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Будьте внимательны и помните – ваша безопасность в ваших руках. Субтитры создавал DimaTorzok